Мы рады видеть вас в нашей школе. Как вы знаете, у нас инклюзивное обучение, когда дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ментальными нарушениями, учатся вместе с нормотипичными детьми. Надеюсь, вы понимаете, что эксперимент такого рода – это большой труд, требующий серьезного интеллектуального вклада и душевных сил со стороны педагогов и администрации школы. Татьяна Владимировна, мы любим Руслана всей душой и готовы помочь школе всеми доступными. Татьяна Владимировна, Олег хочет сказать, мы вам очень благодарны, что вы готовы работать с нашим Русланчиком. И в меру наших возможностей мы вам поможем. Ну, о чем вы говорите? Наша главная задача – создание благоприятных условий для развития каждой личности. Наталья Викторовна, в вашем классе пополнение. Принимайте нового ученика. Ребята, познакомьтесь. Это ваш новый одноклассник Руслан. Расскажи нам немножко о себе. Ребята, успехи с мамой, с папой и мамой. Я очень взвезден родители. Чем занимаются твои родители? Ты че меня перебиваешь, а? Чем мама занимается? Моя мама занимается. И... и у меня... Ты несешь полнейшую ерунду! Какую помощь ты можешь оказать? Ты нас обеспечить не можешь. Здорово. С тобой все в порядке? Руслан, что с тобой? Да ты овца! Ты даже ребенка нормального родить не смогла! Ты что? Руслан! Руслан, Руслан, успокойся! Это не только мой ребенок, но и твой! И непонятно! Сокрой свой рот! Наталья Викторова, я его держу! Руслан, что такое? Что? У тебя болит что-то? Руслан! Безнадежный дебил! Дома поговорим! Руслан, ты в порядке? Руслан! Руслан, ты в порядке? Руслан! Все хорошо! Все хорошо, Руслан! Руслан, давай, вставай! Руслан, давай, вставай! Настя Светлакова, ты будешь сидеть с Русланом! Но я боюсь, Наталья Викторовна! И почему меня всегда сажают к трудным ребятам? От тебя идет свет, ты самая добрая и положительная! Настя, не волнуйся, твой класс и я всегда будем рядом! Пересаживайся! Ребята, сегодня мы поговорим о нашей родине! Ребята, я хочу вам зачитать стихи! Очень приятно! Ты, наверное, немного переволновался! У нас очень хороший класс! Добрый, очень дружный! Мы здесь все как одна дружная семья! А зачем? Мы друг другу помогаем, вместе гуляем, радуемся жизни! Пойдешь с нами гулять после уроков? А хулиганить не будешь? У нас там площадка возле школы, мы вместе играем в мяч! Настя Светлакова, я тебя пересадила не для того, чтобы ты разговаривала! Послушайте, пожалуйста, внимательно тему урока! Итак, продолжим! Знаете ли вы такой народ, у которого сто тысяч слов? Аккуратно! Сейчас я как попаду! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Пойдем во враге! Руслан! Ты классный! Спасибо тебе за игру! Иди, играй! Смотри, как хорошо вокруг! Солнышко светит! Ты сама как солнечко! Солнышко! Руслан! Пойдем домой! Не-не-не, не хочу, это Настя! Меня зовут дядя Олег! Очень приятно! Руслан теперь наш друг! Дядя Олег, а вы хотите с нами сыграть? Не сейчас! Руслан, бери портфель иди домой! Пойдем домой! До свидания! Так! Когда я говорю, идем домой, это значит только, что мы идем домой! Понял? – Ладно! Ладно! Нет, нет, нет! Это значит, сам он… Почему? Он хочет с тобой, опять же качаться! Девочки, давайте! Не отвлекайтесь уже! Знаешь что, мы без тебя решим, что нам делать. Понял? Бегом домой! Это ты во всем виновата. Наш сын уже домой идти не хочет. Бесишь меня. Бестолковый никчемный паразит! Ты меня бесишь! Закрой свой рот! Я не буду молчать! Ты мне всю жизнь испоганил! Неблагодарное чудовище! Ты еще смеешь руку на меня поднимать? И это все после того, что я делаю? Закрой свой рот! Подонок! Какая я дура, что вышла за тебя? Если бы не Руслан, давно бы меня здесь не было! Сволочь! Дети, сегодня мы поговорим на очень интересную тему. О нашей прекрасной планете, на которой мы живем. Как она называется? Земля! Верно, Земля! Здравствуйте! Здравствуйте, Наталья Викторовна! Мы немного опоздали, пробку попали. Ничего страшного! Проходи! Проходи! Папа вечером заберет! Привет! Наша планета очень большая, но в то же время она очень хрупкая. Поэтому нужно проявлять... Я тебя чем-то обидела? Нет! А в чем дело? Оно заключается в том, что нужно... Папу, маму, я очень люблю. Не мусорить и не давать мне среди другим. А ты? А что я? Светлакова, что у вас там? Преображаем пространство, меняем реальность, формируем экологическое сознание. Светлакова, чтобы менять реальность, нужно обладать знаниями. А когда их дают, принимать с благодарностью. Потом поговорим. Я все поняла, Наталья Викторовна. Хорошо. Какие у вас есть варианты, как можно улучшить экологию? Руслан, а ты пробовала им говорить, что так не надо делать? Ну, имя, эти фрукты. А это зависит от того, как скажешь. Если говорить от чистого сердца, с любовью, то можно все изменить. Главное, не нужно копить в себе отрицательные эмоции. Нужно все проговаривать. Хорошо, я пометал. Если хочешь, то я сама могу поговорить с твоими родителями. Недавно. Руслан, Настя, пойдемте играть. Скажи-ка, почему ты так поступаешь, а? Я же сказал, что Руслан заберу сам. Олег. Слушай, почему ты вообще лезешь везде, а? Олег, давай не будем скандалить. Мне было по пути, и я... По пути, да? По пути. Мы видим только свое я. Я, 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 я. Да ты вообще... Ты немного о себе возомнила, а? Я стараюсь. Делаю все, что было для дома. Почему ты такой неблагодарный? Руслан, дверь закрой. Это я, что ли, такой неблагодарный, а? Я, да? Да как ты смеешь такое нести? Руслан, вставай, вставай. Мы ж тебя любим. Ты что? Все хорошо. Разве так можно расстраиваться? Уйдет! Настя, ты благотворно влияешь на Руслана. Он меняется в лучшую сторону. Тетя Лариса, это только начало. Когда мы вырастим, мы весь мир поменяем. Помоги беде! Ты очень молодец! Давай, играй, играй. Протёжка! Так! Играет музыка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok